Доброго утра, мои дорогие! Сегодня я вещаю вам с набережной в 7.00. Я в 6.30 уже сделала йогу на свежем воздухе и решила пройтись посмотреть. Смотрите, для пенсионеров бесплатная зарядка. Ну, классно, правда? Вот как заботится правительство Турции о пенсионерах. Мне муж говорил, что по всей набережной есть такие группы. Ну, вот решила сама убедиться. Жизнь в Мерсине начинается с 6.00, 6.30. 6.00 точно они уже здесь все. Я думаю, почему нету после 8.00 9.00 людей? Ну, смотрите, идут-идут толпами. А там больше я не нашла группу. Может, какие-то дни определенные. Вот смотрите, пенсионеры. И то уже они возвращаются, уже расходятся. Так что вот, начинаю с утра. С утра начинаю. С самого раннего уже буду здесь, на набережной. А сейчас бегу домой, так хочется кофеёк. Я же на правильном питании уже третий день. Уже мне не хочется даже кушать несколько раз. То раньше рот не закрывался, особенно конфеты. Ой, конфеты приводят к очень плохим результатам. И появляются головные боли какие-то. Какое-то состояние непонятное. Вот слабости, расслабленности, лень. Поэтому убирайте их своей жизнью. Лучше поешьте какой-нибудь фрукт. Тем более сейчас лето начинается скоро. И знаете, что вам советую? Что раньше я не знала, что фрукты нужно обязательно кушать после того, как вы поели основную еду. Они не вырабатывают тогда дополнительно инсулин. Как много чего нового каждый раз. Очень много мнений было по поводу того, что фрукты нельзя кушать с пищей. Там потом черт знает что в желудке. Но если вы хотите сбросить вес, то покушали, позавтракали, пообедали. И кушайте фрукты. А как отдельный прием пищи нежелательно. Надеюсь, вам была очень полезная информация. Посмотрите, сколько идут. Остановилась я, видите? Идут и идут. Все, побежала я, мои дорогие друзья. Друзья мои, как я сегодня устала. С 6 часов я делала спорт, спорт, спорт. Йогу два раза с девочками встретилась. Сейчас идем в поликлинику. За моими анализами к СССР я сдавала вчера. У меня очень заметно упал. Немножко был повышен. Немножко. Я даже уверена, знаете, в чем? Что если я буду продолжать йогу, а я ее продолжаю, то я вообще обойдусь без лекарств. Есть такие отзывы от йоги. По возвращении более-менее ситуация как-то разрулилась. Спортсмены здесь появились. Сейчас мне поздравила одна моя подружка. В Турции день медсестер сегодня. Может, это они отмечают. Хотя нет, спорт. Будет все в желтых маечках. Какой-то пикник будет. Так вот. Праздники не заканчиваются в Турции. А я разделой загар принимаю. Разделой, друзья мои. Потому что пора уже загорать. Направляюсь домой. Мои дорогие, наконец-то у меня нашлось время, чтобы ответить на ваши комментарии. Сейчас как раз работаю с очередным видео и постепенно отвечаю, что можно было написала. Но вот такие вопросы актуальные, которые я бы хотела развить, не просто в двух словах написать, я решила вам ответить. Вот под одним видео вы мне задали такой вопрос. Почему нельзя к маме съездить, не так далеко живет? Как это не так далеко, моя дорогая? Живет около 700 километров, если я не ошибаюсь. Это так, как до Стамбула и также до Батуми. До Стамбула надо ехать ночью, но до Батуми еще дальше. И у меня работа. Я могу бросить работу свою. У меня работа. Я каждый день работаю. У меня был трехмесячный отпуск в том году, что все остановилось из-за того, что я вот с внуками возилась. Я не могу сейчас, я все это подняла, как говорится, с нуля, и я не могу остановить этот процесс. Поэтому я просто так не могу поехать к маме. А тут еще женщина написала, потому что таковы нынешние дети, когда Светлана стареет, ее некому сопровождать. Мои Светлана стареет. Я не знаю, что вы имеете в виду, но я сначала по-другому подумала, а сейчас уже по-другому думаю. Но я хочу высказать свою позицию, свою точку зрения. Вы знаете, что я на своих детей не надеюсь, потому что у них и у каждого своя жизнь и свой путь. Я надеюсь на себя. Может быть, это как-то и обидно мне, да, бывает в глубине души. А потом я смотрю пример моей мамы. Я была рядом с ней. И вдруг получилось такое, что я сейчас нахожусь очень далеко от нее. У кого какая судьба, неизвестно. Поэтому обвинять моих детей в том, что если они не приедут, когда мне будет плохо, я не могу. Мы находимся в разных странах. То была эта причина пандемии, что сейчас работа, бизнес, какие-то планы. У меня муж, понимаете, муж, который тоже привязан как-то ко мне. И я не могу так все бросить и поехать. Поэтому я и отвечаю на этот вопрос так. Если мои дети не приедут ко мне, когда мне плохо, я не буду обижаться. Вот я пришла в прогулки и решила сразу ответить на вопросы, потому что потом у меня не получается сесть. Еще, особенно я сейчас отвечаю под видео, когда я писала про эту подругу, которая объяснялась мне в любви и очень хотела дружить. Вы поняли, о чем я имею в виду? Мне понравился очень такой комментарий. Людей завистливых и подлых много. Светочка, ну должна же быть какая-то причина, почему она к вам, она так к вам относится. И вы ей не сделали ничего плохого, не обманули, не предали. Получается, она просто на ровном месте стала вас ненавидеть, да еще как. Может быть, это зависть, что у вас хороший муж, и вы счастливы. Но такая агрессия с ее стороны, она должна быть все же чем-то более значительно вызвана. Не обижайтесь, но мне кажется, вы нам не все рассказали. Хотя я вас понимаю, мы чужие люди, виртуальные зрители на вашем канале. Может, попозже буду рассказывать то, что я буду вспоминать в нашей переписке. Недавно я посмотрела в телефон. У меня все с ней нормальные отношения, все с Новым годом, с днем рождения я ее поздравила в Фейсбуке. У меня все есть скрин и все. Какая умница, что я это сохранила. Я сама удивилась, когда она мне первый раз написала это сообщение. И я рекламировала в очередной раз свой бизнес. И она вот так агрессивно вдруг окликнулась. Какая же ты, мол, успешная. Понимаете, в чем дело? Чуть не проговорила ее имя. Я говорю, а что произошло? Я тебя обманула. Ты была в этом бизнесе. Тебя обманули. Ты сама спрашивала про этот бизнес. Но потом сказала мне, что я не хочу этим заниматься, потому что мой брат родной меня куда-то уже в какую-то компанию, седевой зарегистрировал под собой. Я сказала, все, проблем нет. Каждый делает свой выбор. У меня, говорит, куча дел. И есть чем заняться и тому подобное. И все, мы расстались. Вот именно, это было неожиданно для меня. И после этого пошел один негатив. Вот так это все и произошло. И, может быть, я в том видео вам не все рассказала, не все моменты. Ну, я считаю, что нет необходимости. Но, как вспомню, буду рассказывать. Но я никому не причинила зло и никому не нагрубила. И никогда ни с кем не ругаюсь первая. Но вот такая ситуация произошла. Я принимаю это с благодарностью. Желаю ей добра и счастья. Лишь бы она меня не трогала сейчас. Вот так вот я решила. И еще бы хотела с вами поделиться происшествием, которое произошло пару дней назад. В связи с событиями в мире, с войной на Украине, да, эта история никому не нравится. И мы возмущаемся против таких действий, которые происходят сейчас на Украине. Сердце болит. Хотя я не буду оправдываться перед вами. Я выскажу свою точку зрения. От нас ничего не зависит. Как бы мы ни кричали «Стоп!», от нас ничего не зависит. Но мы люди, мы имеем право продолжать жить. Как и все это делают. Ведь в мире постоянно где-то происходят войны. И что, весь мир останавливается? В ТикТоке и вообще в соцсетях я наблюдаю за видеороликами беженцев, которые же проживают сейчас в разных странах. И сами беженцы, сами украинцы говорят и возмущаются тем, что им делают такие замечания. Да, красивая, ухоженная девочка с ресничками, с ногтями. Она говорит, вы что, говорит, если на моей родине, говорит, война, я что, должна сейчас умереть и заболеть? Я так же буду продолжать делать ресницы и ухаживать за собой. Она ответила это так. И это так должно быть. Так и происходит в жизни. Не изменить это. Кому-то сейчас суждено страдать, а кто-то сейчас живет и наслаждается жизнью, продолжает жить. Но к чему все это говорю? У нас в Мерсин тоже приехало очень много беженцев. Я с ними не общаюсь, потому что у меня своя жизнь, как говорится, своя работа и свой круг общения. Но меня подверг в шок действия одной женщины, которая проживает здесь около 20 лет, замужем за турецким мужчиной, за гражданином Турции. И ее действия в мой адрес, в наш адрес, еще моей подруги. Может быть, она и будет смотреть сейчас мое видео. И может быть, поймет, что она неправильно себя ведет. И чтобы она была осторожна, потому что ее действия могут нанести урон прежде всего ей самой. Сейчас я приступлю к самому рассказу. Субтитры создавал DimaTorzok